Иду и думаю, где же ты затерялся, Рустам, на просторах России? Да, я затерялся. Я затерялся, я затерялся. Уважаемый Рустам Наргалевич, дорогие друзья, я искренне, от всей души рад приветствовать вас в Беларуси, в Минске. Вы истинные друзья белорусского народа. Я давно с интересом наблюдаю за развитием вашего региона. Должен отметить, что успехи впечатляют и вдохновляют нас еще в более активной работе с Казанью. Я часто провожу этот пример, когда пролетаю мимо. Я поражаюсь, насколько ваша земля похожа на Беларусь. Ну, просто копия. Если бы не знал, что ты прилетаешь над Татарстаном, подумал, что это один к одному природа нашей Беларуси. Кроме того, у нас сложились очень деловые, продуктивные отношения, а потенциал наших связей колоссальный. В ходе недавнего визита в Татарстан белорусской делегации в главе с премьер-министром определены конкретные направления нашего сотрудничества. Как вы знаете, около 50% товарооборота между Минском и Казанью обеспечивается сегодня за счет нефтехимии. Поэтому рост объемов торговли в 2022 году на 5 с лишним процентов до миллиарда долларов – это показатель неплохой, но в полной мере не отражает наши возможности. Наша ведь нефтехимия – это лишь одно направление. Поэтому правильно сделали, что вырабатывая некий план сотрудничества, вы не ограничивались только нефтехимией. Нам нужно во что бы то ни стало расширять номенклатуру взаимных поставок, кооперации, создания совместных предприятий. Уверен, что в ходе нынешнего визита вы посетили, посетите соответствующее предприятие. Если у вас будут какие-то интересы, мы обязательно будем в этом направлении работать. Мы делаем очень большую ставку на сотрудничество с Россией, на промышленную сферу. Именно поэтому мы с президентом России в очередной раз уделили особое внимание теме в ходе двусторонних переговоров и заседания ВГС на прошлой неделе в Москве именно этому направлению. Итоги совместной работы мы видим. Созданное, допустим, 20 лет назад общество с ограниченной ответственностью МТЗ «Татарстан» сегодня является своего рода хабом по реализации продукции многих отечественных производителей. Другой пример – Минский моторный завод, который совместно с вашим холдингом создает совместные газовые двигатели. Неплохо было бы, если бы вы нам помогли и себе, и нам ускорить их сертификацию и запуск серийного производства. Знаю, что между белорусским Минпромом и КАМАЗом достигнуты договоренности об углублении кооперации по производству различных автокомпонентов, узлов, агрегатов, микроэлектроники. Надо быстрее просто это делать, надо ускоряться, время нас заставляет ускоряться. Только на рынок автокомпонентов для транспортного машиностроения Беларуси и России ежегодно поставляется свыше 19 миллиардов долларов соответствующей продукции. Огромные возможности, огромные деньги, которые, конечно, мы никому не должны отдавать. И мы с вами здесь можем сыграть основную роль. Кстати, в рамках союзного государства мы планируем запустить около 15 проектов в машиностроении. Вопросы финансирования решены. Будем вместе производить широкую линейку продукции, микросхемы, карьерные самосвалы, сельхозмашины, другую технику. Мы просто обязаны в этой ситуации выиграть время. В связи с тем, что Казанский авиационный завод имени Горбунова вернулся к массовому производству дальнемагистрального пассажирского самолета Ту-214, мы, сохранив необходимые компетенции и производственная мощность в Беларуси, готовы, я говорил это президенту России, наладить ряд компонентов к этому самолету. Мы сегодня производим почти полтысячи деталей для российских самолетов. Большие возможности открывает сфера информационных технологий и цифровой экономики. Наши возможности вы знаете. Если мы здесь скооперируемся вместе с вами, значит получим также хороший эффект на перспективе. Уровень высокий интереса жителей Татарстана к мероприятиям в рамках Дней культуры Республики Беларусь, которые состоялись в прошлом году, подтверждает важность культурных обменов, сохранение традиций наших народов, конечно же, общей исторической памяти. Мы с большим удовольствием примем ответные Дни культуры Вашей Республики в нашей стране. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас, уважаемый Рустан Галиевич, за теплые приемы, поддержку нашей команды в Казани в ходе международных игр дружбы в прошлом году. Мы в долгу не останемся. Как вы видите, перечень направлений, по которым мы можем сотрудничать, границ не имеет. И я уверен, что ваш сегодняшний визит, вчера вы продуктивно работали, я видел, с правительством, повлечет обязательно за собой очень серьезные подвижки. И один миллиард долларов мы оставим далеко позади, провзойдя его. Тем более, возможности у нас колоссальные. И исходя из той продуктивной работы, которую вы уже провели в Беларуси, возможно, возникли какие-то проблемы, вопросы, на которые надо обратить внимание и, возможно, принять решение. Рустан Галиевич, мы готовы к этому. Большое спасибо, уважаемый Александр Григорьевич. Хочу поблагодарить вас за эту встречу, за гостеприимство, оказанное нашей делегацией. Как вы сказали, уже мы два дня наши ребята активно работают. Ну и, конечно же, мы искренне рады посетить вашу прекрасную страну, столицу. Чистенькая, ухоженная, несмотря на то, что зима, переход он всегда требует, но всегда поражает вот эта культура на полях, в населенных пунктах. Ну, как в Казани и в Татарстане в целом. Ну, мы подтягиваемся, но нам надо еще немножко подтянуться. Хороший пример, позитивный. Ну и, конечно же, я искренне признательным вам, уважаемый Александр Григорьевич, нашему президенту Российской Федерации Владимировичу Путину за поддержку сотрудничества на региональном уровне. Всегда с большим интересом мы посещаем Минск. Мы видим, как развивается страна, несмотря на все беспрецедентные санкционные давления Запада. Много позитивных изменений происходит, и, конечно же, это влияет на качество жизни людей. Прежде всего, мы считаем, что это огромная заслуга ваша и, конечно же, активная работа правительства страны. Повестка Татарстана-Белорусского сотрудничества достаточно насыщенная. Мы премьер-министра принимали, министр культуры посещал, министр промышленности активно вместе со всеми работаем. Ну и, конечно же, наша делегация очень представительная, более 20 компаний. Вообще у нас где-то 335 компаний активно работают с нашими партнерами в Беларуси.